Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому не надо пытаться его скопировать Это приблизительно те звуки, из которых это все выстроено Вы сами можете свой рисунок рисовать Но можете его и скопировать, нарисовав его самостоятельно То есть, по сути, его разработчики не предоставляют Потому что думают, что вы не будете прям под копирку это делать То есть, например, такой же рисунок Он приблизительно показывает, из каких звуков он состоит Далее Кит переносим Вот у нас появляется драм-кит Иногда в некоторых китах найдете слева вот такую вот панель Она открывается на кнопочку Как ухо выглядит На самом деле это ручка Вот такая вот ручка На эту кнопочку открывается специальная панель Это панель макросов Обычно она, если вы Драм-рек пустой используете Она пустая Нажимаем, вот она пустая Панель макросов разработчики используют Они сюда настроили Самые важные ручки Они сразу для вас привязывают Чтобы вы внутрь не лезли Чтобы вы сразу могли настроить свой кит Вот, например, кит я открыл Какой-то там И здесь ручки, которые управляют этим китом Сразу фильтрации, эхо-эффекты Еще какие-то Я могу сразу же добавлять Не залазя тем самым внутрь инструментов И не используя какие-то дополнительные обработки То есть, это очень хороший вариант Сразу перенастроить кит, который вы загрузили Далее Если вы индивидуально уникальный какой-то звук Либо по громкости Либо по нарамированию Как-то хотите настроить Вот здесь вот можете Все драм-киты Выглядят вот как в виде группы тоже Вы нажать можете И открыть группу Из которой он состоит Каждый звук можете настроить по громкости Лево-право настроить Хотя это можно настроить и внутри кита Вот здесь вот есть кнопочка Отобразить список инструментов И здесь вот можно так же Настраивать громкости Панорамирование и так далее Но вот в таком виде Может быть более привычно будет Еще вы каждый звук можете Индивидуально открывать Он выглядит как симплер И пустой слот за ним Вот сюда вы можете помещать Эффекты обработки Это один из вариантов Тогда он воздействует Только на выбранный звук Смотрите, это у меня Клэп 3 Ази Вот если я возьму сейчас Стандартный драмкит Посмотрю как он выглядит Вот смотрите Вот клэп 3 Азимут И вот после него эквалайзер стоит Если я выберу другой звук сейчас Бум То здесь вот нету никакого эквалайзера Вот смотрите Как можно настраивать Без вот этой верхней панели Вот наш драмрек И вот симплер ближайший И я беру эффект И если я кидаю его за Тело драмрека То он воздействует на всю группу звуков На все звуки Теперь он воздействует Как выглядит тело драмрека Вот оно заканчивается полукруглой формой Вот это тело драмрека Здесь у нас два драмрека на самом деле Здесь разработчики в один драмрек Воткнули второй То есть, короче, это Ну, просто голову можно сломать Возьмем попроще какой-нибудь 707-й корр кит Вот стандартный рисунок Панель макросов Драмрек Симплер И вот драмрек заканчивается Смотрите, полукруглая форма Так вот, если вы за него кидаете То это воздействует на все звуки Если вы хотите на конкретный звук Чтобы воздействовал Вы берете эффект И кидаете вот сюда В слот Который находится За симплером Вот такая маленькая рисочка Вот сюда помещаете внутрь Это значит, что внутри драмрека За инструментом симплер находится И вот он загрузился теперь Внутри драмрека За выбранным симплером А вот драмрек заканчивается Видите? Теперь, если я выбираю другой звук То он у меня без эффекта эквалайзера Да? То есть Таким образом вы можете После каждого звука Втыкать любое количество эффектов Сколько вам нужно Если вы хотите, чтобы эффект воздействовал На весь драмрек То кидайте просто за ним Да? То есть Вот теперь я кидаю Например, реверерацию За телом драмрека И открываю другие симплеры А видите, ревер остается Да? То есть я другие звуки открываю Но он всегда у меня присутствует Он воздействует на все звуки То есть это Если нам нужно Идивидуальные звуки настроить Плюсов вижу много Всем привет Главное, чтобы мак не выключился А что? У меня все нормально с ним Так, дальше поехали Смотрите, какая ситуация Вот драмрек И драмкиты Для вас создают разработчики Они обычно заполняют ячейку В 16 ячеек Поле 4х4 То есть остальные поля Они просто не заполняют Ну, как бы основные звуки Сюда кидают Такие, чтобы вы могли Сразу ими поиграться Или из них что-то пописать И вы можете писать Например, бочка 4 удара бочки Мы с вами привыкли Пару ударов хлопка Хай-хэт Поперек бочки В шахматном порядке Ну, это мы с вами знаем Самый элементарный рисунок Теперь нам знаком Например, прямая бочка Слушаем, как это звучит А на бочке у меня эквалайзер Вот теперь это все правильно звучит То есть остальные звуки Я вам говорю Ставьте, как к вашей душе угодно Экспериментируйте Там можно на слух Выбирать самый лучший рисунок Который вам понравится И так далее Далее, смотрите Вот вы нарисовали рисунок Вы думаете Нет, звуки, которые здесь присутствуют Мне не нравятся Вы можете любой индивидуальный звук Заменить Это мы с вами знаем Вы берете звук Перетаскиваете в нужную ячейку С этим мы разобрались вроде А если вам весь драмкит не нравится То вы можете взять Весь драмкит Заменить на другой И разработчики их таким образом сделали Что одинаковые звуки Находятся на одних и тех же нотах То есть рисунок у вас остается Вы меняете только типы звуков И получается Вы можете выбирать драмкиты А он все время будет звучать этим рисунком И вы просто выбираете те звуки Которые вам больше нравятся Смотрите Вот он звучит с такими звуками Я хочу его поменять Беру драмкит Любой другой Например, 909-й коркит Переношу И он заменяется на новый драмкит А звуки Находятся на тех же самых нотах Только другие звуки Я теперь слушаю этот рисунок С другими звуками С 78 Бочка, хай-хэт и клэп Все одинаковые А перкуссионные звуки могут быть разными То есть у вас основной рисунок остается И это позволяет быстрее и увереннее Искать какие-то другие рисунки Которые вам больше могут И так далее Например, техно-трек Хотели написать Вот у нас есть сразу Тикет-кит И техно-трек сразу готов Самые простые примеры Понятно, что это Можно найти подбор звуков Который вам больше нравится И сразу получать результат А мастер-кит